всем привет привет ребятки всем доброго дня с вами флешка и это женские игры привет привет читал про скиллы и про навыки про много всего интересного так горячие клавиши и пока тут я жду флешку я как раз таки что хотел сделать я хочу вам кое что показать в частности показать хочу то что я насчитался про бильдика мне нужно будет один навык найти который здесь по моему где-то был он по моему даже добавлен был не очень давно я вот не уверен если не внезапно я тут просто это рассказываю о том что это насчитал себе билдов всяких и на самом деле самое интересное что вот принц нужно будет выучить там один интересный навык который до стопроцентный иммунитет к огню но в талантах есть еще скилл который надо будет взять при повышении уровня когда у нас появится очко таланта называется он демон он дает 15 процентов сопротивление огню но еще снижает сопротивление к воде на те же 15 процентов плюс еще сам уровень сопротивления огня увеличивается на 10 то есть получается суммарно там 125 с навыком и таким образом если в сопротивлении выше 100 то принц тогда может хилиться в этом огне что как бы круто не то есть не то что как бы просто походить вот а мне нужен навык я сейчас на и да вот он мне нужен проводник стихий это как раз такие стрелы которые могут наносить дополнительные стихию но на урона потеряемые и поверхности на который стоит ваша цель то есть грубо говоря если например кто-то стоит в огне то стоило и фана принесет еще в урон огнем и это касается всех поверхностей в том числе воды например исключая земли если стоит на крови то цель получать дополнительный физический урон то есть здесь так сделано специально видимо чтобы сбалансировать навыки и плюс еще самое интересное то что я прочитал это то что и фану на самом деле будет сподручней мне в нашей парке сделать немножко другой бил он основан на я мантии как раз таки и стрельбе в том числе и я деду то есть большинстве своем от ядовитой стрелы я то есть поскольку я как раз будет полезен тем что он может их я них и откились меня плюс еще возможность ему выучить кстати интересный навык который учится путем сочетание книжки воровского дела и по моему геомантии там получается ядовитый клинок который можно бросить ну то есть это такой тоже навык но все это в целом дает очень интересный и приятный бонус но поэтому будем будем думаю как то так вот развиваться а сейчас у нас вообще какие планы были ну мы должны были найти свинок насколько я помню и мне тут пишут что тебя слышно плохо у меня я не понимаю почему так сейчас секунду стримчика скажите пожалуйста как слышно вам меня здесь сейчас но потому что я может быть просто да нет вроде громкости в порядке насколько я понимаю и и мне в ушах как бы тебя хорошо слышно а вот в чатик пишет что мрак от тихо и даже тогда секундочку еще сам с твоим тоже включу свой только так и вот поговорить немножко я просто хочу сравнить я вот поговорю чтобы понять как у нас уровне громкости а на прошлом стриме да я вот все нормально то есть в принципе вроде бы у меня хорошо все слышно по крайней мере вот нету пишет отлично слышно но есть отлично слышно создать восемь то здорово вот я могу конечно себя еще немножко прибавить так вот чуть-чуть совсем но это такое себе желание так что вот такие какие-то у нас планы вот мне я вот даже не знаю где тебя подкрутить ну дискорде можно громкость менять вот громкость пользователя и ты можешь выставить такую более громкость какая тебе нужна вот вот вроде бы так лучше звуков игры практически не слышно это потому что чаще всего когда я выкручиваю звуки игры у меня мрак и звуки игры идут в одну дорожку и в результате не слышно мрака и в этом выборе я все-таки ставлю на мрак окей еще такой вопрос у тебя нет и случае в книжке некромантии книжки в магии воздуха первого уровня некромантия или рода некромантия первого уровня есть ну да тут это будет сна всходите немножечко позаимствовать пару книжечек потому что и магия это а это гидрософистика а это вода нет воздуха не нужно мне нужно получается магия просто как есть заклинания которые появляются путем среди некромантии магии воздуха это вакуумные всякие магии вакуумные ауры вакуумные касания но это не тоже очень полезны они тоже относятся к магии воздуха который я тоже хотел себе заиметь хоть степени поэтому вот будем будем развиваться в эту сторону в общем мы искали поросят которые сбежали мы же их полечили и они сбежали ну и в принципе нам бы как дракон может нет поросят мы нашли или нашли нашли нет не нашли но мы их полечили они сбежали а задание не завершено то есть их надо что лет еще есть поросенок где-то они вот здесь вот куда-то не ушли а вот куда они ушли блин я не помню вот это такое как бы сказать поэтому были не даже не знаю где их поискать-то у иди ко мне тут какие-то мертвые магистры лежат так и мы их убивали наверно не менее нет там сейчас какой-то диалог будет это не мы убивали я я не вижу наших следов окей так сейчас я камеру себе немножко так развернула чтобы понять не было медвежонок тут есть с которым нужно поговорить и далеко убежала с да 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 и собственно это дорога к дракону наконец-то мы его нашли сейчас сейчас придем так а насчет красного принца у меня есть книжка огненная 2 уровня то есть нужно еще книжка полиморфа 2 уровня ну и как бы level up чтобы взять еще один уровень прибор что у него есть второго уровня ну вот как раз еще один нужно да так давай поговорю ой на молоденький магистр бережно ощупывает два глубоких поезд на лице очками пальцев трогать сомкнутые веки он наслеплен заслышав а шаги он оборачивается со счетом на изготовку стойте стойте кто кто здесь сказать что вы магистр морда а чё вы не в принципе морда я ей никаких таких мордов не знаю что и правда кто ты убеждение через восприятия хочу бы и нет принципе верить ему не волноваться вы тот за кого себя выдаете форте узнали о том что с ним случилось и вы пришли помочь успешно а прошу прощения я ничего не вижу чувствую себя овцом и волчьем логове ну и сколько ты успел услышать форте поэтому что вам говорит ничего кроме того что тут какие-то проблемы может он вас просветит он не понимаю как все настолько быстро прилетела к демонам пришли забрать жезлы избавления из старой оружейной короля брака погрузили их без проблем а повозка катилась нормально но вы налетели на корягу эти проклятые скелеты расставили нам ловушку на ушки они опрокинули повозку вытащили на заволосы форея его убили от остальных мы с ландином отбились но один успел мне полоснуть по глазам так потянулся к нему и посмотреть можно не осмотреть его раны конечно я да давай так мягким движением отвести волос у него с лица и смотреть глубокие кровоточащие порезы вокруг глаз а насколько насколько все плохо скажешь на самом деле все так страшно его пощаде сказать что дело плохо сказать что вы в этом не разбираетесь а ему блеку любка да я вообще не разбираюсь в этом действительно я не лекарь я только травить умею все но я да я так и сделаю ты ты не представляешь ты не присмотришь за повозкой я отлично могу добраться до форта сам по столько раз ходили в эти походы я знаю дорогу все по совести говорить что не желаете ему дать вы не магистры вы колдун вы обижались форта радость сейчас как его отправить его туда или нет правильно как вы сказать правду ему или нет интересно прямо тогда драться начнет ответить согласие ладно пусть идет потянув руку он берет вас за плечо и встряхивает дважды потом похлопают вас по щеке очень сильнейшим спасибо тебе холодно раз сведи костер и погрейся я отлично могу добраться до ford сам так как я уже видел о спасибо ну короче вот без в без бою избавились от проблемы некоторые и буквально за камушком я нашла большого медведя мертвого это скорее всего мама вот этого малыша который здесь еще там у него было а у него ничего не было а где малыш осторожней вопящий или подожди мне показалось вот вот а вот дальше вопящий да дальше дальше там и ходит какой-то непонятный человек а так это нет это да 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 вот сюда медведь вот медвежонок кто у нас умеет а ты умеешь разговаривать да сейчас тоже мазь он а вот и мимо и него пробежал вот он стояла под деревом движок смотрит на вас за глазами полной таски спросить что стреслось или женок выдает свидание хочу к маме спросить где мать медвежонка и не знаю пришли красные люди большой коробкой на колесах на и она мне велел спрятаться она не вернулась ты не видел мою маму что вы будете внимательно смотрите по сторонам а красные люди это кто магистры не знаю что такое магистр расскажи что магистры плохой человек в красном а о нет плохие люди видели маму посетить не заметили медвежонок что перевозили в повозке судя по виду медвежонок у фронтах плачется вновь всякие штуки наверное я про штуки не знаю я маленький если вам тут была она бы рассказала моя мама все про эти штуки знает то есть вот эти что есть вы его сейчас была здесь она наверняка вас убить но это ладно сказать не лежал что пора думать о том что мама может так это не буду его расстраивать лишь камняшный медвежонок держу к по голове и уйти так она просто меня защищала бы она всегда так делает она хорошая где моя мама цвет между по голове и уйти хочу к маме ну в общем то если мы увидим его маму я живой что я сомневаюсь но я нашла ее труп так что не увидим пошли сюда вниз дожди сейчас к дракону сейчас а что ты там нашел я просто ну ладно не буду его расстраивать ладно я просто хотел вам правду сказать что потом передумал так сейчас я сохраню здесь и тем как он дальше пойдем ой тут какая-то огромная свинья федор федя здорово как делище какой большой это ты что в чем дело спросите свинью встречались ты меня не узнаешь ну конечно же я попухах я же полыхал ярким пламени маму вот нашли но ты снял проклятие у него любое на передать не могу как и тебе благодарна благодарна то есть я женского рода по имени федор отлично федор но в принципе федор она вы не федор или федор 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 благодаря благодарна за доброту знаешь я все пытаюсь привыкнуть жить как свинья это не просто пришли мне никогда не нравились спросить как так вышло что ее прокляли ну разумеется в конечном счете все сводится королю браку на против его правления и многие из нас но мало кто смеялся сказать что-то вслух у нас был несколько магов кто готов было искать вы решили что если всем расскажем что он вытворяет люди осмелеют соберутся и придумают как его свергнуть но мы недооценили трусы наших товарищей все еще все чего он достигли это то что нас заклимили еретиками и привыкли на суд король в раку результат был ужасен проклятие было двойным обличие свиней и неугасимое пламя навеки и вечные мне так нравится не гореть что на то что я свинья даже жаловаться не хочется на я представляю что вы никогда не встречали такого проклятия откуда его узнал король брак я никогда не увлекалась темными искусствами увы король брак обладал большой силой истока на его способности устой и устройство порой были нет мира всего не знаю откуда у него это взялось ведь можно ли как-то вернуть и и прежний вид даже не знаю я молилась амадии но она что-то не отвечает слушай а команде можно сходить попробовать амадии до ученых а пусть и не отправляется святилища воде там она соединиться со своей богиней правда о замечательной новость если здесь есть святилища маги его что она вернет мне прежнее бнище тогда я туда и пойду надеюсь еще увидимся там же озеро озеро светится этой благословения может поможете этой тут мне в чатике пишут что она федора федора как шляпка так вот тут лед а вон дракончик то у меня у меня я там рыбью кость просто увидела у меня такая такой наблюдательный персонаж она тут сам рад уже ботинки так что даже воздух здесь получи чем форти радость до сказать и фану что чертога хэх и вы встретились своим божеством до 4 фан пришел этим болтать не знаю тебя тоже диалог там есть какой-то или нет я читаю ваш ну да я признаюсь я тоже бог в который я не верю поведал мне обо мне же такое во что я даже не верю да то есть что наоборот это богам нужно верить в вас и фаном ну принципе дать так что судя по всему особо слишком крепко приложить по голове это конечно вы тоже не верили и так что теперь вы видите так вот мистик ну что я могу сказать на во чтобы мы не верили жить нам придется здесь сейчас ну что за работу что вы предпочтите сейчас тут не дадешь делом попробуй с принцем поговорим может быть так закрою ваш я просто как бы принцип принц не хочет говорить так прискорбная обстановка для непринужденной беседы что делать как он очутился что заинтересовало сказать красным перец и что с вами приключился некий мистический опыт вы встретились со своим богом не уже неужели с роликом или я не ошибаюсь он никогда не был самым умным в пантеоне не так ли так я ж не виделась его роликом ну да а сказать что роли уверен не уверены был ли это именно ролик да ну не уж то вы рождены не женщиной впрочем какое бы божество не обладала сомнительной честью быть вашим создателем сомнительной честью быть вашим она вынуждает нас задаваться вопросами так но нечесть его возникает вопрос может ли бог продолжать считаться таковым если ему приходится умолять кого-то принять утраченную богами силу сказать ему что лучше бы он посерьезнее относился к словам бога или он не вкуснему ты завода даже не говорила с богом и по сути я не знаю насколько ты хочешь я и я считаю я считаю как его все что как бы религиозные вопросы они такие очень субъективные сказать что вы не желаете вступать в спор у вас есть задача и она божественная все хочет помогает не хочет не помогает тут никого насильно не не держит семантика вас очевидно не интересует зато явно интересует сила которую вам пообещали подобно тому как у осла вешает перед носом морковку о как он этого я понять не могу отношения лоуси плюс 2 нет могу а ты кстати как это видишь эти отношения у меня просто это нигде не отображается я не вижу просто в чате написала что это плюс 2 кстати кстати у меня тут в чатике написали у одного с моих зрителей родилась вчера дочка поздравляю поздравляю на одну принцессу больше сохранимся и тут вот надо будет сейчас с этими проклятыми фиговинами разбираться только не помню как это делать честно говоря где они да вон столбики вот эти вокруг дракона вот одна одна вот здесь находится даже здесь немного сначала поговорить наверно я не уверен что получится ну давай поговорю снов давай поговорю тогда так дракон взирает на вас не мигающим умными глазами он пытается что-то сказать на его и через и скован той же толстой цепью которая приковывать его ну вот я же говорю тут надо с этими штуковины разобраться так сок испещаем нечитаемой тайнописью цепи насыщены силы истока и пропущенные сквозь толстые железные кольца надежно сковывать дракона так исток тут скорее всего понадобится блин у меня нету этого самого надо были найти за подзарядкой что-то нужно благословение и люди а то сколько их два ну какая себе на на хватит и что она сделала ну не получилось ну вот я его благословила и что произошло я почему-то подумал что их надо как-то именно таким образом ну слушай тогда не так а так все казалось намного проще их просто раздолбить нужно я подумал что там надо магии стока там выход начал стать проклять еще не тебя не знаю просто посохом долбануть все поняла так осторожнее да я сам с ним поговорю а то у меня убеждение есть это мало ли еще что-нибудь случится сориный филин приветствую освобожденный дракон выглядит больным и бледным при вашем приближении он пытается расправить потрепанные грылья и устраняет на вас взор глазах поблескивают застывшие слезы благодарю тебя за старание друг увы и теперь я свободен не более чем когда был в цепях молю помоги мне поистину свободу или погрузи в вечный сон но конечно именно поэтому ты здесь передо мной с лэйн звал смерть а появился ты совпадение нежность ответить загадочной улыбкой посвете вы знаете столь же мало как и о жизни да я нежнец моя душа скована тоскливым повиновением злейшие изведем отлучила меня от истока и теперь я покорный раб ее прихоти и достаточно отдать приказ телом и и предательский упомянуется если славина а кто с кого а я знаю сейчас будет тяжело битва так откроется так спаси славина кто сковал ее до ведьма рады к рады к я любил ее когда-то за ничтоженную обиду сущей мелочи она направила на меня же за избавление и поработила а теперь лишь мой голос остался подвластен мне как такой могучий дракон позволил себе пленить а позволить я этого не выбирал как и ты вероятно не выбирал все те унижения что тебе довелось потерпеть за свою жизнь взять хотя бы этот проклятый остров спросить почему ведьма приковала его здесь она отправилась глубоко в подземелье под башни неподалеку в поисках ингредиентов для своих мерзких зелий на даже отсюда я ощущаю биение и черного сердца внутри моего собственного я жду когда она вернется но я предпочел бы смерть тому чтобы вновь видеть ее лицо искать свое сочувствие так дракона шевелится и скребет землю острым как быть по когтям мысли души не возродить молитвы не исцелить порушенные ты говоришь чтобы утешить себя не меня ну да есть в этом что такое правдивое если способ помочь свои навыки свободы задавать такой вопрос не закон за который без того перед вами в долгу в тебе слишком много доброты но это будет непростая задача рада к хитра она будет играть с тобой как кошка с мышью она высосала весь мой исток своим жезлом избавления и покажу золу не ее я целиком ее власти если бы ты смог его вернуть я вновь обрел по свободу вы постарайтесь отнять роды киже за вновление а погоди разве у тебя нету жезла ну тут есть усмехнуться и сказать что вы можете вызвали всего из мира смертных но это нет это убить его я так понимаю тут же за то есть но там видимо и к его ее под непосредственно же злую приятно дело и себе благодарен и пережил бы ну короче говоря нам сейчас надо где-то есть пещеры недалеко я помню этот момент как раз туда нам и надо собственно да тут единственный путь и ведет в пещеру это так сейчас да давай подождем наших не валявших а то там они по льду решили прогуляться я уже я уже свое от лежала надо гвоздей найти на самом деле и сделать в обивку в конце концов уже а у меня есть гвозди сколько штук подожди сейчас их 11 давай я попробую на своих тапках сработали это должны так значит нам нужно взять тапочки и возле да и гвозди одну штучку и объединить ну когда сработал отлично еще будет мясо да я помню эту штуку по поводу мяса давай я тебе кину гвоздей а ты уже сделаете да окей так сейчас там только их разделить а там прикрафте она спрашивает а там же крафт общий по моему да только слушай а как я так ботинки ботинки суда и гвоздики так где они у меня вот они у меня но отлично вот скальзывание иммунитет вот и теперь и фану то же самое надо проделать с его ботинками ну гвозди гвозди я так понимаю не дешевый материал их и купить можно и украсть можно и просто достать можно так я пытаюсь совладать с этим крафтом я не вижу вещей а они все в общее все я понимаю все я уже скрафт все еще принцу сделаю все я не помню будет ли она нас морозить ну пускай будет на всякий пожар да нет делали в том будет ли она это просто будущее как я предполагаю то что это же может даже я буду морозить ну что мы отдохнувшие сохранившиеся можно сохранившись и отдохнем все и столько плохо у меня нет так бы будет снова у вас есть исток ладно принца один яд это ловушки по вода и так мина да там вот надо поставить что-то на мы это сейчас разберусь стоит бочка сундук на салену больше сундук лучше вот ящик ящик да вот . вот и все только осторожнее тучи ловушка где-то было по моему насчет сундука кстати этой бочки надо за зубки с какой-то оторванный осторожнее мины тут блин их прямо реально а если что-то пульнуть в мину они не взорвутся все но может быть только надо так тогда аккуратно пульнуть чтобы давай я попробую попробуй аккуратно только я говорил аккуратно нормально все ноги никто даже не загорелся туши тогда это больно ярко мы осветили мрак а она сама потухла у тебя этот и фанна в лес на мину ну чё поделось отдохнуть чтоб у него щит восстановился оба блин а теперь ты в лес на мину а я вот говорил что из-за этого огня что они помнились никуда как не показал нет они делись только они делись вот в этом где вода то есть я взорвала не все куда снаряд попал туда там они еще там надо поставить опять сейчас я туда схожу а вот справа справа стоит и бочка и вершину есть справа а ты хочешь тележку ну тележку такие а тележку ты сможешь а вот справа возле стенки стоит бочка и ящик справа это при каком положении у меня вот они слева например не но мы как вошли так а нос хорошо я справа лево не дружу ладно да поставил там нет нет я блин не вижу где она находится темно были нифига вообще не видно сейчас я вот рядом суда все но все еще в безопасности да пока то да но там еще диалог по моему с ней должен быть какой-то а вот собственно уже подходим тут она расти свои розы у мяса миссис ты розы что-то с ними я помню будет с этими цветами а вот собственно и видим высокая женщина стоит посреди трупов часть из них еще свежая часть уже давно сгнила с некоторых черепов свешивается лохмоте кожи в других подшатся черви женщина поворачивается к вам ее искусанные губы складываются в усмешку она заправляет черно-красные розы за кожаную полосу обхватывающие левое бедро и подает вам руку и 6 не хватать ее за руку отойти я какое хамство ведьма рады когда она поднимается в полный рост разочарована поджав губы потом наклоняет голову и внимательно а вас осматривает кажется трупа начинает вам приближаться здесь ему копии зов и невозмутимо просит ее представиться она внимательно вас смотрит на ее губах играет хитрая улыбка до море дмир галах а ученые узнаете песни печального знаменитого черного круга черный круг до рады к видит это по вашим глазам черный круг если что это гильдия некромантов такая неприятная здесь ну чернокнижники некроманты все такое в основном некроманты хорошо котеночек полагают и здесь по той же причине что я нахлопает букетом по бедру но ты опоздал эти розы мои похоже она придется занять тебе каким-то другим способом полюбоваться тем как к пряжке и застежки одежды впиваются в ее кожу карамельного цвета сказать что вы ее слушаете знаешь это она типа должна быть симпатично выглядящие ну то есть ли по ее деяниям подкати но я вроде мертвый я не знаю может попробовать конечно я пока не знаю где же фейн так у вас нет на это времени так что-то еще есть найти идеальный способ вы бы хотели поговорить о драконе слой не ну-ка давайте попробуем про дракон ой надеюсь это недоразвение не говорила цепи там были не просто так сказать что она не имеет права лишать кого-либо свободу таким образом то есть вы услышали достаточно чтобы понять именно из-за нее столько людей считала колдунов воплощением зла да так скажет и горяч люблю я в этом мужчинах вот какая-то горячая так сказать что вы здесь из-за так как я уже говорил что здесь делает вообще а как будто ты не знаешь от единственное место на всем побережье женится где растут кровавые розы хочешь сказать что забрел сюда по ошибке что да вы бежали из форта радости пытаетесь найти способ так и понятно да почти за розами спросить сколько она нашла это так и подыграли немножко боюсь то опоздал я собрала все что можно было здесь найти она шлась порядочно бил король враг делал трупы ничего не скажешь а могу только представить как жестоко они столько надевался над ними прежде чем убить это так экстравагантно попросите описать то что она представляла она приглядывается ближе вы чувствуете жар ее тело она согревает вас глубоко внутри и между костями я видела там череп у нее было столько ровных аккуратных отверстий можешь себе представить насколько тон точный инструмент для этого использовался и чтобы она продолжала ну давай попробуем да я слышала у него был жезл способный высадить столько с любого на кого тот указывал но он мог забирать исток себе представляешь как же он напился должно быть силой мириад потерянных душ сказать чтобы она продолжала ее глаза смотрят в пустоты вашего черепа она видит кто или что вы такое но если это ее это его же то она не подает вида вики и тяжелых губы влажны ах как ты меня пьянишь слушаю мясо вообще тут типа непонятно кто кого окручивает может может мы уйдем я хочу доиграть взять из-за бедра и прижаться лицом к ее губам не не хочу почему я потому что я мертвый я представляю как это выглядит со стороны начал давай поцеловаться с черепом отлично там уже я почему-то мне кажется что это ни к чему хорошему не придет и ядовит и реку проноться вверх по вашей спине прямо в голову вы распрямляетесь и поворачиваетесь к ней иди сюда она прижимается губами к вашу все-таки она это сделала к вашим губам поцелуем мягок дыхание сладко она ценует вас сначала осторожно затем сильнее и сильнее слегка проводя зубами по вашему языку у меня есть язык не знал я живу лет внезапно ее объятия становятся слишком уж крепкими она сжимает вас настолько сильно что может сломать кости и губы вжимаются в кости вашего черепа вы пытаетесь оторваться но она не пускает вы слышите низкий гул который становится все громче и громче прежде чем вы понимаете что происходит из ее там ваш врывать тучи насекомых они кружатся у вас во рту влажные гудящие массы из каждой секунды их становится все больше внезапно она они все начинают у вас кусать так отвернуться содрогаясь должен быть способ как-то историю себя этих ужасных тварей она стоит стоит над вами улыбаясь и вытирая рот вот как вот как скажи мне мужчинка известно тебе отчего земля здесь столь плодородная известно тебе почему кровавые розы растут только на этом а колочки побери железнец а почему сказать что все дело в трупах кровавые розы растут на земле богат удобрены мертвецами хорошо дорогуша сколько мне понадобится новую скорыми понадобятся новые розы конечно удобрение из тебя выйдет так себе но на крайней мере ты никому не расскажешь о том что здесь увидел я же говорю что на мне теперь болезни я могу ее с тебя снять благословением выставлением да хотя не уверена она пройдет сама через несколько ходов она телосложение понижает и урон блин урон снижает да надо бы так я где вообще а вот здесь вот да а чё там горел то вообще я чё-то не заметил наверху я имею ввиду а факел на какой-нибудь ну чё смотри в ухе вон выйти они сверху и везде вокруг ну что благословение на тебя кинуть окей посмотрим как она да ушло отлично спасибо великолепно прям так а теперь мне надо подумать чем не сделать первую очередь мне бы на самом деле ее наверно достать оттуда стоит сбросить ее вниз а то она там сверху какая-то слишком опасная вот здесь полежи так это во первых во вторых я по тебе еще стукну молнией на насильный мак я смотрю какого она хоть уровне то вообще знаю что я сделаю инкарната я хочу я осмотреть что у нее у нее 70 процентов против воздуха то есть тебе ее чем угодно только не воздухом а вот к яду у нее меньше всего 20 процентов только сопротивление ну да блин воздуха ну печально чего инкарната конечно инкарната инкарната тотема вот тут чё трупы и все ну трупы то ладно не слабенькие вроде как я очень надеюсь что они сами когда будут вот топать по огню немножечко по подгорает но вот возле ивана опасный мне бы еще поверхность какую-то взять да ты далеко от всех поверхностей у нас еще в тылу две мухи ну вообще так а куда я могу упорхать я могу прыгнуть сюда много куда могу на самом деле прыгнуть выбирай позицию повыше и ну там везде мухи вот поэтому я и думаю как бы тут правильно сделать так чтобы ладно ифан я думаю справиться поэтому я куда-нибудь вот сюда вот она прыгну теперь что я могу сделать такого чтобы она я могу в принципе я дуга лишь меньше всего в таком случае так где тут кто стоит там утром карнат на инкарнату огонь не повредит или как если я заполню стрелу но он огненный так что ему все равно тогда огненный лучше вот как то так вот наверно да счета все меньше и меньше так и пока я поверхность себе не сделал это пошел себя кусать даже попал ночью вот эти вот гадские шок мухи так еще муха это на меня они физическим уродом что да нет магическим они помещают у них за магия такая что это за ну что какая-то комбинация ядов с воздухом или что тут такое а кстати а зачем я узнал прыжок феникса вот этот навык который нужен принца он в воинском искусстве то есть он не магия огня ну вот его надо будет найти так я немножечко подойду а ты хочешь туда еще чуть-чуть нужно да хочу шарик им запульнуть так что прямо на двоих ну давай горечь на счета по моему нету мимо все-таки попал блин гад да у в красотке уже нету щита и она уже собственно горит так ладно я наверное даже на себя кину бриз хотя блин бризли может быть даже не знаю как лучше поступить уклонение может быть новая принципа потом него магической брони уже нет да я вот думала в следующий свой ход на него в кастула вот так могу сделать ну я их неплохо так стукнул так принца защищаем морозу что ты мне можешь забросить туда поверхность к фану какую-нибудь получится тебе наверх это запульнуть волнею измерений как то так нет не прошло плохо ну ладно чтобы 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 сделать освещение зоркость чтоб кидался да да и она ему увидишь щит восстановила магический тоже неплохо меня уже вот тут не очень хорошо так и фан блин как бы так сделать чтобы мне а ну я примерно знаю как вот так теперь только блин а почему а это газ блин это думал он яд разольет а черт как же мне тогда ну хоть вот так вот он сгорел это что такое тотем пульнул улетела но зато он уже без щита он тебя только тебе наваливают прям капец но не все потому что меня бьют и конечно я себя отравлю потом конечно но я концентрируюсь на красотке да давай папа неплохо жертву вот эту щелки тоже слабенький я смотрю да ну да когда щит снести все они не сильно там прошли очарование вот это вот это прям капец и связь блин это тоже плохо теперь когда ты будешь бить ее он получать был урон я я поняла значит ее сейчас не бьем ход принца да да он тут уху-ху стоп так у вас же связь а чё она 2 а чё она твой урон не получала а там наоборот ну то есть это она так работает воскрешай иначе вы не справитесь банально значит вас уже брони нету свиток вас и слушай попробуй получится у тебя меня воскресить туда повыше немного возле и фана ну нет не возле фана может быть вот справа где к сайкозе вот этой вот ну вот она то не очень опасная принципе это максим куда я достаю ну да нормально вполне и мне нужен яд но это я сейчас сделаю если буду ходить если не убьют после этого и я сниму с принца очарование у меня был свиток чистоты разума все принц с нами а тебе нужно притвориться мертвым или что-то я подлечу себя ядом вот как только смогу это сделать вот если бить и кефану кинула ты бы просто в тучу яда вошел нет ну да но мне просто мне очень удобно было бы находиться так ладно старика зоя какой-нибудь час убью вот эту например мы все три давай были не добил и тогда ну конец хода чуть чуть не добил на ней стоит отравление может она умрет сама не знаю сомневаюсь хотя посмотрим путь перекрыт но если он за инкарнатом хожу в принципе нормально это что было я автор жука бросила рашкам внешне насыщение зорькости ну так лучше я могу кстати опять же и куда-нибудь куда-нибудь телепортировать если хочешь сбросить вниз к тотему было бы хорошо так а ну-ка я до нее а я блин не до нее не достаю поэтому я наверное кого-нибудь из тех до кого достаю вот жука например вот жуков же я они надоедливые прям капец посохом принца и молния у нее магическое брони не было поэтому ну с ней сняла хорошо почему она отхилялась смысл отхилялась так у нее и генерация на ней которую на нее кинул принц видимо и успех был я так понимаю нет я не так сделаю я похиляюсь принцем да правильно что у меня есть ну хоть что то сейчас до меня дойдет я его попробую хильнуть так теперь так разряд отлично так и наверное кстати а вот здесь это кстати штука сработает чтобы защититься от этих надоедливых ос мухи опять тебя там тоже смотрю бьют ну принца нужно спасать он в полу битвы так сказать находится а ее я да не достаю чтоб ее сбросить хорошо и тотем там наверху я тоже поставить не видишь наверно просто это участок да 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 то что 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 еще можно сделать как слушай мне говорили что удивите на финансе что-то сделала системой заклинаний типа ограничения доступного числа так это и было всегда память зависимости от памяти ты можешь определенное количество это отдельная характеристика основная персонажа броню магическую ты не можешь принцип скинуть уже кидала уже сняли с него она теперь восстанавливается восстанавливается еще два хода кстати а с меня сняли какую физическую а давай я на себя накину физическую броню это свитком что ли да и просто стук на тебя да они такие слабенькие нормально получается куда он лежал испугался не знаю что я могу тебе сказать так они там стоят кстати так куда этот зомби кто ушел далеко ли вот он да прям кифа ну да топал да нет я просто к тому что у меня тогда есть возможность сделать вот так вот это раз а теперь еще вот так и фана выжбить меня-то вы не видите вот это вообще великолепно с облаком пара добить муху или же идти к ней это прям вопрос на миллион добить муху есть но на следующий ход тут опущено сделает час я попробую встать между ней и фаном я не знаю сработает ли это молния это цепная видимо даже была так ну основная масса пришлась все-таки на инкарнат не достаю блин до нее а вот так по моему даже достану да отлично так никого не задеваю отлично она теперь оттуда никуда не денется если еще это я так и понятно так и на всякий случай я не знаю это понадобится ли принцу но вот вот потому что мне кажется что опять меня едят ну еще я в яде стою тут мне нормально так и фан ее потом будет бить поэтому тут в принципе ну смотри как те будет суть в том что я снизу очень мало чего могу а я могу я могу ее градом долбануть она перестает гореть но только ну попробуй да ты искай ей помогла мне кажется в смысле ну ты посмотрите урон и не нанесла практически у нее было полное здоровье что значит не нанесла да мне показался отрегинилась она отрегинилась так что не надо я таки ну тотемчик внизу поставь там там еще одна эстейка зажива кстати зомбик такой так у меня есть благословение стрелка отдых нет у меня надо опять стрелы блин судя по всему или ну каефан покажи-ка мне свой арбалет это будет скорее физическая броня ну как бы у этих что что у пчелы что у ближнего нету физическая а ты в нее пуляешь еще разок на замечательно что и к суд я думаю добьешься я там ее добью в конце концов мне там не очень много осталось в принципе а ты хочешь а ну так может быть даже и лучше да просто что не выберу то все путь перекрыт путь перекрыт а вот есть есть умерла до догорела отлично принц принц как бы хорошо себя чувствует он конечно ну там зомбик остался с этой каза осталась еще зомбик один их два и двое по моему так значит я на два очка могу подойти и запульнуть давай тогда попробуй даже посрединке может подожгу обоих да мои хорошие угу угу так а трупика я не достаю отсюда а где второй трупик да вот возле и фана стоит такой вообще не добитыш угу угу возле фана это но он не дошел который до него да 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 это единственный труп да который вроде да нет я больше не вижу врагов да и на карте больше не вижу врагов это единственный труп ну и тогда даже а у него они же не физическое не магическое просто передавай может ход дальше да даже мне что я смогу с тобой сделать и ничего с тобой не могу сделать он начинается ну пропусти пропускаю ну он к вам пошел да давай по огню молодец дошел прям вообще красавчик ну да отлично так и фану надо только наверное сейчас я прыгну вниз так вот сколько здесь трупов валяется ты ее лутай да ооооу у нее тут есть некромантия второго уровня книжечка эпические рукавички и кстати у него и у нее есть кровавая роза я просто читаю что это редкая роза напомню для крафта нужно то ли еще ли то ли и длительность 10 ходов добавляет по одной характеристике колечко тут у нее есть посох неопознанный кстати надо будет еще один жезл кстати то есть свои один есть у меня давай тебе тогда еще дам один что было у себя тоже давай о шип рады ки а это тебе понравится держи а что он делает посмотри жезл 10-12 вода ну как и мой хорошо интеллект и гидрософистика вот это хорошо то есть добавляет мне гидрософистики это как раз для тех навыков которые так и вот на тебе на опознание предметы три штуки зомби решил стал жизнь плен и суициднулся вот правильно не написали тучать о посох огня шикарный это сразу красному принцу у него там 12-14 огня а этот 17-12 и он он хорош он хорош а этот старый сразу сразу и фану отдадим дальше тут курточка которая куда и уже нет перчатки сопротивление яду телекинез шанс крита сила 11 у нас сила такая только у красного принца а колечко а колечко телосложения пирокинетика и сопротивление огню ну как бы ну принц тоже красного принца ну хоть одели в кое-то веке узнаешь что это постоянно да так что не так все плохо даже тут посмотреть может еще хин есть воды пещерки будет больше ничего нет мы сегодня залутали насколько я вижу экипировать экипировать все отлично а то что сняла то сразу отправляем а тут есть нога через на ногу вы она наверно для какого-нибудь тоже к рецепту нужно да я тоже нашла и нашла кстати библиоремесленника я думаю что мы какие-то рецепты отсюда почерпнем свиток я вижу да появился на основе но если плохо неплохо я нашел о измученная душа это кстати тоже из это крафтовый ингредиент для интересных вещей еще немного членистоногова ну тут вроде больше что я все полутал так ничего тут не пропустили судя по карте нет пойдем дракона дракона помогать да обрадуем его бедняжечку ты всех этих валяющихся залутал да ну да вроде бы не вроде никого не пропустил а в кучах костей порыться не желаешь и сам в них в этих кучах сам куча это страшно или ты все стригерил уже мина не знаю вот одну по-моему нету как дракончик мы тебя спасем но это не бесплатно давай дай на дай мы тебя спасаем потом ты нас спасешь была ли обещанная свобода еще одной жестокой шутки свойственные вашему народу заверить целью чтобы по-прежнему намеренно его сводить так а подожди о чем не теперь делать то есть не ну говори что ты намерен и все не на что-то сделать наверно может быть жезл у него давай сохранимся используем жезл ты еще убьем ненарок так и вообще да я тоже надеюсь что на него нельзя она штат сша счета доделать то тоже као жезл у тебя или у меня этот родеки и шип родеки у меня шип родеки отдай-ка мне его мне кажется что держи не 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 шип родеки а который точно лишь тебе отдал вот этот жезл избавление но он такой же по идее как этот может быть кстати его надо ну ну куда я попробую поговорю конечно странно что вообще ты знаешь я его не вижу может его скинула этому и фану а зачем ты его скинула не посмотрела два разъездных жезла есть есть избавление держи и его тебе там у нас есть таких жезлов уже дофига достаточно такая-то шире это шип это на тебе отдаю вода жезл сбавление родеки наверное его надо взять вот а вот теперь другой диалог надо именно этот был жезл вы видите когда закстрена мелькает искра надежды когда он замещает вас но тут же за хмурится видно что ему привычно разочарование ты ты принес его или я так останусь рабом предложить сыну жезл родеки сына радостно избавляется хватая жезл изгибается хватает жезл избавление острыми как бы этого когтями и столько стремляется и жезла прямо в дракона наполняя его таким ярким светом что вам приходится прикрыть глаза чтобы не ослепнуть еще один принц но это типа облик его такой ослепительные освещению газ уж мне надо лицо ящера если что она была его убить освещение угасает поищу решить увидеть перед собой не дракона а красавца ящера такими же глазами как у слой на а его пронизительные серебристые глаза сияют он торжествующий улыбается и ответ отмешивает вам изысканный поклон а своим услугам восхититься и вы измене формы он ящер или дракон это и другой я рыцарь и дракон последний своего рода принимать одно из двух обличий по желанию наш великий дар он начал сказать чтобы быть счастливым помочь никто не должен томить за заключение без вины были счастливы если вы думали так как если вы все думали так как ты это уже это ужасное место давно бы стала солнечным островом возможно нам еще удастся преобразить его твоя помощь предложенная так уверенно и благородно служит мне утешлением я хотел бы ответить тебе тем же когда ты окажешься в западне когда не будет ни нового выбора кроме как отступить или погибнуть моя тень подарить тебе спасение это я обещаю подарить его и пожелать всего наилучшего вся моя благодарность принадлежит тебе и только тебе до встречи друг слой на улыбается вам разворачивать что будете всего пара шагов вы чертани ящера начинает мерцать и затем растворяется в тумане велич величественный дракон летает прочь ой тут на выбор дают плюшки ну во первых дают кинжал стопроцентно также тут салты еще есть есть перчатки плюс один усвоятие плюс один воровство надо и физической магический требуется интеллект дальше есть сапоги требующие ловкости ну и фанатом и так неплохие сапожки в принципе и шлем плюс один силу плюс один некромантик 15 физической 3 магической брони надо такой не знаю например из у 15 на 3 до принципа такой шлем подошел физической 15 не магическое я поняла потому что у него 8 на 2 и это прям совсем как то есть пояс еще 12 физической брони еще там шанс критического удара 2 процента и 7 процентов уклонения но у меня плохой поясок на мне но мне тоже не очень но я тогда тогда лучше тогда лучше себе потому что на моем еще плюс ячейка памяти мне нет а у принца еще за шапка вообще у него там совсем плохая или у него белая шапка 8 на 2 все ну давай тогда дадим ему нормальную шапку то швейшире принца девать давай будем верны этому так сказать действую раз не принц вот так это тогда на продажу сразу же и фану а как она выглядит еще думала и граната кстати есть теперь у меня ну я правда дыма редко пользуюсь но еще бы не главное что у меня есть теперь есть вторую это книжка 2 уровня них романтии это позволит мне вакуумные ауры потом создать на них романтию я думал билду мне придется ее вкачать парочку очков поэтому в принципе зомби к создавать я смогу наверное даже только зомбик он физически в районе атакой бьет особо действительно мы сейчас куда пойдем а какие у нас варианты у нас единственный вариант эти корабли захватывать вообще нет надо еще книжками разобраться навыки получить там все такое я предлагаю так что сходите к у нас еще по квестам давай посмотрим что осталось вообще у дракона так это выполнены так показать не активное задание этому скроем так и я сейчас еще раз открою плавящие свиньи поэтому выполнили за ушало все равно почему-то показывается у меня очень странно а надо команде сходить она что-то пошла в облик принимать человеческие точнее не все так вообще еще артефакты тирана надо с ними разобраться тут кстати погоди я тут где-то должна быть стой я сейчас вспомню здесь ли она эта башенка маяк а ты тут не видишь такого большого большой башни виде маяка или она где-то она в другом месте ее нашел она находится мы еще не были лабиринте мы много где не были то ведь вообще так то есть каком лабиринте как услуги в каком лабиринте тут есть лабиринт как бы вот это поворот так оружейный брак вот она тут дракон вот он чуть вы чуть ниже дракона по карте там такое большое строение она отмечена как таинственная пещера это вот рядом с ней тут еще есть а как туда подняться мы там были уже с тобой кстати тут можно пройти туда через да здесь можно про пойдем туда сразу тогда здесь можно пройти через скажу так секунду блин sky с камерой с этой конечно так вот где-то тут что ли проход был или мне кажется ли на карте тут есть проход вот и присмотреть внизу там прям дорожка такая есть и она находится где-то вот тут судя по всему так это пещере дорога а вот здесь так блин еще не пойму а как-то туда пройти за так вот если смотреть дорог в пещере и на противоположном конце должна быть дорожка в другую сторону смотри я тыкнула своему персонажу и он куда-то побежал а тут ли она наверное есть кстати да 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 тут я на точнее да я посмотрю за это потому что я залезла туда наверх камерой и тыкнула она опа и побежала а в лабиринте мимо тавр то сейчас посмотрим кто там в лабиринте мимо тавр мимо тавр туда тавр кто ж его знает какой-то там тавр я цветочек нашла самое главное да конечно конечно потом когда будем какие-то гадости крафтить потом поймем что это было самое главное так итак давай попробуем зайти сохранение сделал сейчас начнется веселуха ты не король тут со мной горгулей разговаривает говорят что я не король брак поговорим так я могу солгать что я типа с ума сошли я конечно король брак и могу признаться что вы не он но все же попросить я не помню как тут лучше с ними говорить попросить обратилась я попросила она такая иди ты можешь остаться здесь навеки замок замок или замок замок можно открыть только душой а сколько их у одного смертного возможно ты что-нибудь отыщешь саду или твоя душа пригодится следующему искателю приключений рискнем кто бы сомневался суша дай-ка я с ней поговорю теперь же великий убеждатор дай-ка и убежит убедил может быть только суша как ты с ней поговорил я не знаю я просто вошла она решила со мной поболтать просто я бы мог наверное убедить что я враг как бы все нормально блин там историк нам блин нам надо и значит нам надо исток нам нужен исток у нас его нет отлично понадобится нам богословение здесь нужно так пошли отсюда наберем истока ну пошли так сушите-ка дайте-ка я все-таки в параметрах сюда можно еще сюда спуститься с той стороны к пляжу сейчас секунду я тут с камерой так камера понятно что еще как тут убирать добавлять я просто хочу включить не поворачиваемую карту не камеры динамической камеры надоело тебе арты потому что да я немножко иногда теряю мне и так не неудобный так неудобно поэтому блин придется наверное как-то по-разному это делать вот ну да хотя бы я знаю где север где тут нам как пройти то хоть я спустилась поляне с другой стороны вот как как мы залезли с одной и что и иду к этому через площадь вот этих свиней поляне на мостик и хранилищу чтобы попить попить из источника там такой кувшинчик набегу тоже надеюсь тут уже больше никого нет потом не кушать их там скорее но он мне похож на какую-то самогонную колбу не похож нет похож а чего ящер такой неспешный да он просто в масло вляпался и он такой тормозить ну все мы обмазались так я все-таки думаю может быть давай сходим за навыками там шамал или битва придет я просто не помню что там ну давай раз мы уже сюда пришли тут и статуя переноса есть да да приду этом тоже обмажусь исток то есть если у меня есть огненная книжка 2 уровня мне нужно а я без уровня полиморфа не получу нам в святилище амадии до полиморф 2 тебе нужен в принципе да да у меня только у тебя сколько сейчас у меня единичка то есть мне нужно чтобы level up был это вот эта единичка она у тебя нет или это просто его покачивала мне кажется что она была изначально сейчас я посмотрю по виду вещам может быть нет если она синяя там же написано сколько дает предмет если навести на характеристику там ты увидишь что предметами дается столько-то а да она чисто моя она беленьким так и свинюшка стоит тут за вот патентом стоит и видимо солнышко сало плавит вот она спряталась а чё ж она в озеро не влезла так тут очень красиво но боюсь в остальном проход святилище оказался заряжной затеей на из всех сил водил сам один по моему без толку я по-прежнему волшебница в свиной туши еще идеи буду сказать и чтобы дальше сказать и что и лучше сдаться предложите нырнуть в пруд до отличная идея я попробую иди давай и это и там сейчас хопа и голая красавица ведьма чародейка нет блин да ей куда пошла а чё ты сразу одетая смысле как куда пошла а чё она убегает догоняя ее смотри еще выше полезла мне кажется был какой-то план и дождя где она еще она вот сюда вот да на скамеечку еще и все уселась сейчас я с ней поболтаю да это ваш диалог приветствую да благословит амазия твой путь поздороваться и спросить кто она такая смысле да и марка была магом давно давно я промежутки была свиньей ну вот да это долгая история предложить торговать а так она аж торгует сама продает а где слова благодарности спасибо тебе мой спаситель что подкинул идею ой сможем тебе поговорить я не знаю хотя вряд ли так она работает у нее есть посох и ветка ясеня 12-13 воды плюс один интеллект нет нет же за что тут еще есть у нас кровавая погибель арбалет синенькие ловкость инициатива минус один движение точность ловкость 12 а у и фана что за арбалет кстати говоря надо бы сравнить ну вообще не вообще его арбалет лучше еще тут есть тут едут в принципе ничего такого-то и нет у нее все-таки воскрешение только разве что вот есть а дорогие да как у всех а у тебя есть сетки да у меня есть свиток у и фана есть 4 sweet cash поэтому уж покупали уже их на всякий на всякий пожарный я вот разделю свои чтобы у принца тоже было это сейчас я продам заодно тогда всякую дробуду который мед сохранилась и кстати один момент еще вот это что такое у и фана за куртка а чё я не надел которые получше чем у него вот же так еще я хожу без нифига без посоха странная до тебя и шальма очаровала сах нет объединить так правление рунами а в него можно руну ставить урон его физический урон на ядом но ядом урона я не буду добавлять а вот водой добавить урон почему бы и нет вот поэтому посох будет теперь с рунной что в общем-то хорошо и фана тут у него у него колец кстати вообще нет никаких и фана самое интересное можно был колечек у нее конечно купить там есть интересно не посмотри у и фана в рюкзаке должны быть я какие-то себя снимала и ему бросала на продажу я уже их продал если их не продал все просто вообще кстати подожди что есть вариант другой мы же это вора профессионала сейчас так что так что уходи я сейчас буду проворачивать мой же трюк с убеждением у нас бана настоящий фан ворует я сговариваю зубы все как положено так вот сейчас я быстренько у нее колечко какой-нибудь вот такое колечко звучит как шайка мошенников кто-то заговариваю о посох эпический я у него то утащил и них магистра это все не надо злотишко немножко у нас тащить вот так все и фан убежал здесь куда-нибудь обохрали значит она не хочет со мной говорить пока а вот хочет заговорить зубы и так ну я как всегда великолепный убеждатель в общем-то и фаном еще украл я украл колечко ну вот я ему как раз надену 5 магической брони есть еще кстати вот этот посох ты 12-13 воды я его украл вот я жезлом и ты его украл чтобы его продать может ей же я не буду продавать так нагреть час кому другому продадим да будет будет вообще эпично я считаю так сейчас и фан побежит куда ты пошел на стой так теперь надо найти где тут навыки продаются интересные всякие разные мне байер тоже логический навык какой-нибудь бы взять бы штат в целом у меня если присмотреться у меня есть ну и если увидишь где-то полиморфа второй уровень то бери ну да я думаю увижу сейчас только надо здесь вот здесь вам все продается насколько я помню сейчас нам только полазить вот по местным персонажем тут у кого-то были там полиморф у кого-то даже вам несколько сразу было разных вот достойте на вот я нашел огненную магию не надо еще там огненное ничего не надо все купили так дальше был тут дед полиморф ты сама тоже побегай посмотри пока у кого он может быть вдруг я нашел мастерство охоты кстати надо второго уровня мастерство охоты мне там другой навык будет аэритургический суша я ее вакра обкрадывал ее вот эту вот женщину или не обкрадывал суши не обкрадывал надо это исправить так это огненная и что даже не помню какого цвета книжки полиморфа но они такие серовато-желтоватые что ли как сказать-то это некромант это призыватель это у меня все есть замечательно так все свои охоты второго уровня вот я как раз такие так все я украл и фаном книжки мастерство охоты все отлично ну давай так и продать что интересно же да не не будем ей продавать и она кстати продаваться так ну я прям убеждатель от бога просто я всем причем одно и то же говорю всегда что я не ехать отнимать это работает чинят полиморфа нашла полиморфа вот торговец который видишь мне за я вижу я вижу по карте я сейчас приду я только ибо его повод крадывали уже так что придется покупать тогда купи все деньги все равно у тебя это ты спасла сера гаррета ну поговорить а я сделала все что могла храни тебя семеро ты даже не представляешь каково нам было ведь мы уже считали себя покойниками теперь сиргард снова с нами и если я его хоть немного знаю то он нашел оружие стока значит у нас появился шанс лично отлично так второго уровня так сейчас а тут кстати есть еще и аэротургия первого блин уровня мне бы второго урну этот видимо мы продавали же ему второго уровня что нибудь да ну то без разницы еще брать ведь наверно да я так думаю это да самый дешевле нет это первого уровня время это думал что я сэкономить решила тут вот есть до остальное сердце как раз второго уровня я вот его возьму тогда давай и кидай лоуси у нее книжки а то у тебя понятно так вещи а мне еще в принципе всего за 200 куплю метод обменять есть на что и плюс я еще наверно залп продам краденый который только что украл то что меру так один навык нужен был так 417 а ну он дешево продается но очень нормально кстати даже очень нормально кстати у него столько нашего барахла проданного что просто индец не мне на самом деле еще нужно так погоди я хочу и фану как раз один навык я вот честно посмотрю какого уровня что он требует у меня просто открыто специально для этих целей было это отравленный кинжал так он у нас а я мантия и вот как это называется воровство короче вот это вот негодяйство поэтому я еще негодяйство первого уровня куплю вот кстати фану адреналин тоже говорят что нужно будет по билду может две книжки тогда взять сразу принципе возьму тогда адреналин выучу а это потом выучу я имею ввиду вот слушай нормально и деньги наличие как сказать так все вот отлично то что ты не видел где-то аэротургию продают нет я видела огонь и видела призывание и некромантию аэротургию аэротургию это часом не та хранительница который мертвая теперь и валяется возле не помню не помню так может быть она но вообще мне-то надо ее где-то достать отдать лоуси так вот на держи может и она зависит на это будет плохо берем огненную книжку призывание скрестили пальчики и у меня получилось у меня получился опять-таки поджог крови ты какую когненную книжку ты взяла какого уровня второго точно 2 точно 2 и у меня опять получился поджог крови так ну может там имелось ввиду не то одна из них должна быть хотя бы сорт скилл а это как она уж называется господи там есть такой вариант как-то улучшенные книги что-то такое я вот как она называется видишь поймин скин сорт скилл так я вот только не помню как их получать эти сорт скиллы надо надо погуглить это как узнать сорт скилл они как-то получаются для точно что как-то получается так а мы где сохранялись далеко что ты хочешь откатиться давай два души да возьми эти книжки просто продай и все ну и фану то накидай потом продам а я тебе кинул нечаянно на вижу поджог крови но это у тебя уже было насколько я помню да поджог крови я уже выучила нем как же соус я просто помнил как это делается то ведь вот вот помнил реально но и не помню как как я эти книжки там то ли их объединить чем-то надо было бы то ли я думаю что это нам еще рано к этому навыку вообще урала он кстати не требует такую стакс скиллс я даже погуглю сейчас прям прямом эфире почему бы нет вот и не сидора вот как раз есть даже поверьте делается так 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 ну вот я тебе давай даже закину вот почитать про это дело просто достаточный тери то есть я так понимаю они как-то находятся что ли эти книжки может быть нам нужно сделать книжку которая будет давать принцу практически устойчивость к огню чтобы он не горел вот и она делается из двух книг из полиморфа и огненной но хотя бы одна из них должна быть сорс скилл вот-вот брак искал что это такое ну вот как бы пищалька чего хотелось бы конечно тут есть еще джельфиш скину то есть понадобится мне может быть такая штука которая дает электричество но ну тут пишут что тут не у деппов скилл секвариан source points ну это это кстати да они же блин точно вот эти сроки они как раз исток до скилл истока ну как бы не мудри но стать со стопроцентным ты ему на к огню я уж как бы удивился если это был не так на самом деле уж больно как тоже четвертка получается мягко говоря то есть использовать я его смогу только с истоком у тебя дальше вы 4 очка истока и сейчас на по одному они дальше там будут увеличиваться каждому там с каждой века сюжета вот это же он уже видишь пока не может даже навыки наши классы использовать потому что они требуют там например мой требует 3 очка истока то есть если бы у меня был 3 очка едва ли ну то есть вот такое и так в общем-то у всех но она тогда мы здесь все набрали чем у нас еще по осталось по квестам давай посмотрим лабиринту как раз осталось но эти факты тирана вы нам еще найти но я знаю где находится один из них вот туда можно сходить в итоге забрать его ну вот и нужно берите один еще поэтому нам теперь в лабиринт лабиринтом как пойдем отсюда или как-то иначе кстати тут отсюда кстати недалеко я смотрю туда идти пошли отсюда прям вот спустимся тогда с той стороны как мы этих ящериц били ну вот да вот вот прям как как пришли так вот здесь нет я кстати у гайбов имею ввиду спуститься я думаю что ближе ну давай давай кто быстрее у тебя ближе ты уже тоже спустилась я тут только подхожу нет с этой стороны быстрее далее далее она пока ты туда хочешь вернуться тут можно зайти в принципе с другой стороны и так понимаю али видишь я с другой стороны и поднялась тут 2 ли она есть одна ближе к этим ворот сама другая чуть-чуть дальше но все теперь у нас есть очки источника мы готовы мы готовы плюс я еще выучила 2 навыка он какого беста ты застрял да он тормоз чем могу сказать он не решил не идти через яд и постоять просто вот сейчас я забавно смотреть конечно ну ладно бывает плюс у ифана взлом да есть у меня . даже есть немножко и у меня есть парочка отмечек так что если что да а мы давно сохранялись ну вот сейчас сохранюсь аккуратнее тут с этими щелканьями как раз таки связано то что надо правильно то тут вещь фишка в чем ну вот потом есть черепа их надо с ними что-то надо делать я вот только не помню ай 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 а походу я его включила да а можно еще раз наступить чтобы выключить нет теперь на всегда включен вы не беда принципе она черепа если и фан может вот здесь скрыть так не нужно сделать это череп я вроде бы ну если он может скрыть учиться и там какой-то люк возле черепа я не уверен что получится взломать до замок невозможно взломать вообще а даже так а ну попробуем нет тут видишь как так это вход что прям по-честному нужно идти до вот какая-то из этих штук а подожди стой встань встань туда пожалуйста на эту штуковину встаю встаю вот теперь я беру череп вот все и вот этими черепами по-моему и надо открывать эти двери насколько я помню только нам надо ну давай попробуем туда как раз таки да вот все окей гулья шевелится и пыль тысячелетия сыпается от потрескивающих ноги прошли этим путем мало кто уцелел приглашаю тебя присоединяется к нему мы выбрали а так решил сразу полутать я смотрю да это видимо один из самых опасных путем и нам не привыкать черных что это все пойдем да 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 я пыталась тут кнопочки нет никакой то то что это перестал такой же как так а этот обвал обойти нельзя ну значит нужно лезть в люк а тут он по сути сразу тебе телепортирует о какой интересный ли осторожнее тут есть ловушка и есть щелк щелк ай 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 да здесь вас это полить и пан взорвался подожди она типа чего смотри 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 сейчас секунду блин я сейчас стану на щелк и она открывается как только я слезу она закроется там что-то нужно сделать там еще один щелк может на этот щелк она уберу немножко а то он тут стоит блин как неприхаянный вот здесь пусть постоит пока а нет не здесь стоять то вот здесь стой все ты эту нажми отдыхал очку а то он сейчас умрет дождя где он вообще блин ну пусть ладно тут стоит я просто как-то странно поставился так встали еще раз я стою и как только хочу переключиться на принца она уходит так потому что ты вот и вы же связаны нет я для этого и развязала принц нет они на так ну вот я пришел сюда и есть этот еще один щелк ради я просто смотрю чё тут есть мне надо найти еще один видимо череп еще стоишь пока на нем да я встала с собой на один щелк а и фаном на второй щелк а вот он чего он вот все нашел вот все черепе взял так и нам а нам куда надо дальше нам надо дальше а так все мужик центру подходим все мы по сути считает что так а как теперь все перенести сюда так смысле и вот вам не надо никуда зачем дверь то вот она ясно подожди подожди я принца заберу а потом сама слезу с кнопки да нет не убьет смотри какой я толстый у меня магическая броня все это уже центр да сейчас только я секунду отдохнуть надо немножечко так тут есть бой внезапно огонек так кто там пламенный обжигатель тут их несколько скелета я так понимаю не маги или что-то в этом роде а хотя подожди скажи не время я могу применять она одну очку и столько заказывается стоит и почему-то долл больше а тут же он тогда может тут еще лужа и столько есть если вдруг кому-то да я тогда мы скажи не времени но дает мне еще один ход то есть дополнительные но еще раз исходить полностью могу так чего делать тогда как вообще жить-то убивать давай посмотрим сначала что за скелет он не усвоившим горению к отравлению к теплу к утечению к опьянению понятно но яду стопроцентный иммунитет к воде у него минус 50 и тут и тут в хуй как бы в бой вступаю я да как ну как не у него 200 процентов то есть он хилит от огня понятно принц стоит за стиль принц стоит за стенкой пускай сейчас я дождиком все это потушу а в окей тогда и начну это сейчас достану вот эту сверху день вот здесь вот я тебе поставлю а потом на лед призвать 1 тотемчик и прям отлично будет сейчас они тут зажгут они сходятся в одну кучку что в принципе хорошо так и фан о суши как кстати только вот и блин я что-то хотел сказать как стать этот огненный поверхность но блин не кстати того что физическое его физическое почти пробита чего бы нет но тот у кого пробит обе почему нет а что за историк там по центру горит надо его спасти будет нам потом так и хорошо на нем какое-то пламя пламя преисподней это какое-то особенное пламя да это надо его будет это жгите что я сейчас все залью смотри что творят так дождик не так не так весело не так да только не видно ни черта все хорошо но это лучше чем вставить в огне ну а теперь и фан зато может водяные стрелы тоже хорошо души больно это по тебе так пролетает ты притворись мертвым или еще что-то или убегая я не знаю я сейчас отсюда отойду а то этот стопором вещи блин ну может притвориться не уверен кстати говоря ах чё я за на ухты стрелы с небес надо бы я отчет подумал что мне надо еще один навык охота я же могу его использовать который даст телепорт я думаю сейчас чем не поступить с увечьим я не могу двигаться я там я могу сделать на этот а ну и так полный хп поэтому принципе можно да а блин я еще и загорелся от этого замечательно видимо об него что ли потому что огня не было нигде наверное ладно я тогда так вот сделаю и наверное выпью яду банально вот сейчас потухну я думаю нефть наверно да а кровь круто это по моему навык который из магии земли и огня одновременно куда телепортируйте в я ты не могу сам себя телепортировать в о чем где я вообще на я вроде бы дождик идет а ну так он не сразу же работает же да вы не тут упорхать бы так чтобы с выгодой для себя а возле этого историка все же выше ну да ничего себе плиточку раскроюсь а счастья убьет убьет что ты сегодня это помираешь второй раз ну так они все меня бьют потому что всегда все воскрешай тебя свитки есть или нет кстати меня есть свитки просто после этого мы фану много есть еще в принципе просто я после этого свитка ничего не смогу сделать тогда дело еще хочешь а я потом и фан я и фану потом просто расскажу лучше так сделаем мы пока справитесь я думаю без меня замерз отлично что там у и фана у и фана совсем нету магической брони да замечательно ты хочешь прикол что принц у нас не в бою находится это вообще забавно знаешь что я сделаю сейчас я сейчас попробую принцип ой надо было в яд меня кинула и не догадался черт ты себя уже воскресил да да я думал себе в яд кинуть а я что-то прям ладно ладно тогда к воде говорить у вас не приятно неприятная фигня да лови а я думаю пускай принц таки стоит вне боя он со своей огненной магии вообще тут не в тему ну да а так не будет забирать наши очки ходов так инкарнат водяной отлично татэн заморчательно в 1 куда пошла куда пошла и зачем ты это сделала женщина так добить и меня не надо лечить я не хочу тебя лично я уж я всегда предупреждаю я хочу скелета полечить и ты знаешь что оно пошло по физической брони какого фига лечение по физической брони может она наверное работает как обратно и некромантия своего рода некромантия работает разве что так да но я только я так предполагаю по крайней мере так кто у вас там ну вот это вот это буду бить странная у них награда за прохождение лабиринта бой ну да мы его не прошли еще а то что мы пришли в центр это не прошли на а ноги не совсем какие-то дырки фиолетовые стенах что же не все на тебя так так намылились не говори-ка блин жгут яд вот так о замечательно на великолепно произошло у этого вообще никакой брони нет так что получать стрелу колено опять на меня наверно да посохом да блин ну у меня есть травление на мне в принципе она только на мне еще и горение но замечательно замерзли они потому что намокшие наверно быть они замерзли но горятся с они это выглядит довольно забавно кстати необычно по крайней мере один готов тотем и наше все косм-блин бы не сгорел тюдерка осталось вот отлично и ты лучше свитка потратить до у тебя ты говорил 4 ну да есть там еще до час отдыхал очку сразу и что попробовать я сейчас попробую его благословить принц выходи мы все сделали не работает подожди а чего я вроде бы что не так может не поговорить просто огонь и не могу погасить его она сжигает видимо что-то сделать тогда что ли ну явно не дождик ну дождь я не уверен что нет она проклятое пламя и в основе не было не снялось блин я вот надеялся что видимо что-то наверно надо какую-то а подожди тут же точно смотри я тут есть жаровни по краям мне кажется они не про неспроста здесь есть может что-то что с ними сделать зажечь так туда не ходи я сам подниму схемы заодно исток соберу здесь ой ника ищи погоди а ты все хочешь потушить пока ну там же еще одна жаровня так ну а еще одна где вот возле меня одна их должно быть 4 4 видимо а 4 разрушена или что да да я на мне кажется где то есть от специально сделала что типа не все так просто ну то есть она может быть там я смотрю еще другой комнате где-нибудь окажется так я вижу я вижу щелк а где ты увидишь за стеной уже ну да так а снаружи когда мы входили там не было жаровень да вроде нет нет не видно странно так еще комната перед этим нет уже ровни нет уже ровни у нас тырили же ровню со видимо надо придем надо дальше вы я даже не знаю может быть его как-то определенным образом надо ну где-то она точно есть как мне кажется я уж так слушай она вот эту кнопочку ты нажимала что там происходило ты не замечу погоди там же там портал или ты в него вошла нет я не ничего не трогала погодя как туда попасть слушай а как ты попала туда за или туда не ходил я не ходила я просто смотрела через стеночку в принципе в принципе сюда можно кого-то телепорт ночь вот отсюда а на ту сторону ты имеешь ввиду да а еще я нашла тут правда я не знаю как тут добраться это через две двери там в проходе валяется какой-то маг интересный это где в проходе я вот ищу но сейчас телепортируйте давай тебя вниз спущу сейчас телепортирую я так думаю у меня получится ну-ка а нифига не получится там не видно ничего они этого я тебя могу спустить только знаешь куда вот с другой стороны колонны разрушенный вот давай я попробую щелкнуть там есть щелк я попробую щелкнуть вот сюда я тебя могу отправить в эту сторону в эту в ту сторону я не вижу там ничего ну то есть не видно давай я посмотрю что тут есть а я с этой штуки не могу даже слезть давай тебе достану обратно тогда сейчас откатится а а если встать немножечко а погоди-ка ой это я случайно извиняюсь мисклик не роняйте сейчас сейчас все будет я короче у меня все получилось вот отсюда я теперь вижу ту сторону я тебе сейчас заброшу на другую сторону этот щелк как раз нажмешь скорее всего дверь откроет мне кажется смотри у меня тут чатик уже на на гуглил что нужно сделать его нужно в лужу с кровью телепортировать а уже с кровью тут есть и потом быстро это благословение на него ну надо кровь это достать а крови я тут не вижу это коровавый дождь нужен так это надо чего слушать у меня есть некромантики но я конечно сделала щелк и я даже вижу череп какой-то который появился от моего а где он появился видишь где я стою я смотрю на комнату а это вот там внизу которая да 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 давай я подожди слушай-ка я уже могу как сделать у тебя же тоже телепорта из перчаток насколько я буду очень меня к себе давай я подойду а я тебя закину потом туда вниз и ты череп заберешь мы сломаем эту систему лично а портал не будешь заходить пока страшно как-то ладно давай сначала череп заберем так давай я встану и тебя туда отправлю давай обыщись тут он чет лежит какая-то а вот кстати слушай вот эта штука по моему может кровь дать нам это вам пыточная какая-то фигня да блин а как мы его так телепортируем откуда потихоньку так нет а он не помрет а фиг его знает что это как кордная я даже не знаю как так его телепортировать надо будет это надо сразу в раз суда . давай-ка знаешь я забери меня отсюда все да там ну ты все пошарилась еще там интересного больше ничего абсолютно ауди этот маг лежал интересным я пойду интересовал чего этого мага есть мы на него что же доберемся как нибудь черепа пока тратить не хочу давай сначала зайдем портал из хранюсь давай пойду зайду ой прикольно это через проход через другое измерение я так понимаю и куда у нас выведет ага так где я вообще в той комнате где мы только что были где я только что череп воровал то есть по факту мы нам где сделать не чудо можно было и не телепортироваться ну ладно еще уходя мы теперь другом месте нет а слушай подожди стой иди сюда вернись обратно в темное место иду да вот сюда тут есть внизу карниз где лежит обугольные останки лежат скелет гнома давай я тебе туда кину ну как все золотаем здесь там еще чистая книга навыка огня лежит у него 6 у него короче на грудник и слов все 11 с пер кинетикой ну так по мелочи а где книжка а вот вот это что лед как были тут сейчас ее хочу за книжках ну-ка а гноме кинжал валяется чего его не возьмешь а чистая книга так где от не вижу а вот мальт зажми вот все забирать тебя на больше никаких таких мест нигде нет а вот сейчас я вижу одно интересное место с еще одним порталом только я не знаю как так встать чтобы его было видно я вот не пойму где ты его увидела внизу который огненный как я смотрю на портала до понял камеры как такие грибочки синенькие светятся сейчас попробую слушай а значит у меня интересно нет здесь наверх не получится нет мне кажется вряд ли тут так просто было а хотя за еще если только на другой пиде она с этой стороны на один карниз а потом я тоже ладно пойдем туда в портал не сработали хитрости не в тот надо вернуться а чего не в тот что вот это ты не в тот окей так вы слушаете по поводу его телепортация я в принципе можно покинуть как это сделать нам тогда надо так вот подумать как это правильно сделать не зря этот портал мне кажется там сделан поскольку он проживет если его тут заберу надо надо проверить сохранится ну вот это ты что сейчас делаешь я пыталась тебя перебросить но я не поняла что я перебросил ну давай я тебе наверх переброшу и сейчас будем смотреть насколько он быстро умирает я сохранился попробую его достать оттуда телепортом куда-нибудь хотя бы поближе суда ко мне а я его спущу вниз здесь а а с ними что не происходит у него полностью снялся щита если я ему верну щит но с опять снимется наверно ну я еще раз верну иди пока в портал давай я тебя сначала заберу да сейчас подойди поближе немного то я не вижу да вот так так стоп из-за этого вот я тебе не могу достать а так подожди да так могу а как ты пытаешься а как ты собираешься его в портал сбросить нет я его портал не собираюсь сбросить я его а ну хотя в принципе вообще-то да я просто думал как туда просто нам надо чтобы кого туда отправить сначала или как мы это сделаем это его один тут потом бросаю или мне внизу его принять и благословить там как бы этот момент надо понять там свои вот этот лужи крови сможешь сделать только ты потому что они уверены как нежить получится да да что приятный по веры приветствую сейчас я подойду к краю ты меня туда сбрось а погоди а у есть туда и сопротивляться физическим оружием получить лучше крови не уверен кстати что оно получится а может получится слушает хороший вариант а мы сохранены ну и слушай а тогда может быть давай загрузимся и попробуем мы все равно пока нет это ты не физическим оружием этого дефану какому-нибудь тогда брось меня наверх и там свои фану попрошу помочь мне с этим сейчас блин я не могу с этого подестал теперь еще так сейчас я слезть не можешь ну только так так ну давай попробуем я допустим сейчас такую ну принца если атакую что-то будет интересно он обидится ладно давай попробуем он и так обидчивый как да вот кровь есть ну крови тут так немножко но теперь надо его поставить прям ровно в эту лужу и сразу благословить да на кровь и что и ничего не произошло кто там чем на гугле а получилось да ей спасибо ваня ты можно ты освободил меня и так я так долго этого ждал поделиться вслух что же он на твою чтобы заслужить такую кару я тоже не понимаю это вообще это только случайно если наверное можно было так получить как-то это добереть можно было а в девице вслух что же он на твою чтобы услужить такую кару сухой деревьежащий смех доносится из недр древнего создания это была награда за то что я исполнил свой долг выполнил желание короля брака тебе известно это имя значит мы слышали о безумном короле истока и видели поблизости какие какие плоды его трудов фигура с врачным видом кивает он творил чудовищные вещи пытаясь ему сдать исток подчинить его своей воле но я должен признать я тоже участвовал в этом возможно я заслужил этот огонь спросить какую роль он во всем этом играл они были он некромантом темным магом нет нет я был ученым библиотекарем брак хотел познать тайны истока но ему не хватало терпения копаться в старых свитках и табличках в тех текстах мне открылись тайные знания велико уже улучшающей силе той самой силе которую так желал навести король брак ученый заметил что вы сами не отказались без глянки на эти тексты кстати где они естественно фигурах моется наверняка все давно уничтожено брак не хотел чтобы эти знания достались кому-то еще но он скормил меня пламени чтобы я ни с кем не поделился своей тайной сжечь пару свитков у него не дрогнула рука надеюсь что же он обнаружил а фигура медленно качает головой я ничего не скажу однажды я открыл рот и был проклят навеки вечно есть я заговорю вновь прокате может лечь на весь мир и что все это было давно и брака больше нет а почему бы не рассказать что он искал так можете заставить его сказать да должно быть брак потерпел неудачу иначе весь мир оканул бы в небытие на то о чем неведомо еще может существовать я не стану говорить о нем я хочу искать вдруг его отыщет новый брак так сказать что вам наскучилось слушать его загадочные вещи и развернуться чтобы уйти типа хорошо скажи я больше я поставил бы тебя под угрозу беги из этого жуткого места живи своей жизнью забудь обо всем пусть она останется погребенным так что вы однозначно мертвых жить своей жизнью развернут так глупнуться и согласиться что да некоторые вещи лучше суети так он исчез телепортируй меня обратно давай сейчас только тут еще телепорт появился сейчас мы ну сейчас мы потыкаем в него пойду потыкусь сохраниться бы ладно вот сейчас сохранюсь тут череп есть еще один у меня их уже два ну да я тебе тут отдала а это как раз вот эта полянка которую я видела угу так мы теперь в другой портал можно зайти тогда да и нужно посмотреть что это а он еще выше нас закинул смотри тут сундук 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 давай я все тебе отдам а то что надо опознать сейчас опозная о колечко так ловкость 11 все это что такое грозовая граната ну гранаты окей мишка берем сердство охоты вот это точный фабу надо отдать штанишки очень они на силу 11 дам красного принца мушки а перчатки и ну и фану я конечно закину их а если что тогда на продажу их но гранат к себе оставлю окей еще есть тут это гноми кинжал который тоже на продажу и фану а значит этот телепорт просто нас вывел на площадку где вкусняшки типа вот вам награда дальше никуда ничего нет но его же не было этого портала то есть он видимо просто вот хорошо теперь у нас есть два черепа и это как раз вот две пары ворот открыть и там лежит джимфер какой-то маркин это это какие ворот открывать то надо вот эти вот которые по центру здесь да да под горгульей вот эти фаны ладно сейчас туда открою странно вот если у нас есть ключи то они срабатывают у кого бы они не лежали а вот это черепа это не совсем а вот эти черепа и вот эти открывай сейчас так вот эти это какие а вот эти все и видишь там валяется не там сейчас сейчас я принца подведу вот в тупичке валяется трупик что у него есть еще череп а значит не зря короче моя чуйка женская интуиция хоть какая-то польза так дальше вот уже вход кстати это вход уже сокровищницу брака и тут кстати есть что-то еще интересное смотри вот статуя юзабельная а это телепорт а погоди то нет громадной статуи короля брака еще одна вы нищик крыса шастает у меня под носом в моем доме нет места такой заразе вон отсюда только на груди вы не желаете уходить а статуя короля брака не сомневайся в моей силе стоит мне лишь пожелать чтобы ты исчез а что он телепортировал а меня не телепортировал у меня телепортировать далеко прям на самом бы у входа да ну тут все открыто я сейчас добегу то есть черепа ну как будто я отошла подальше от тебя я вышла за стену и нашла труп человека в котором был еще один череп то есть у нас еще еще на два черепа да нет один должен быть ну мы в принципе попадут сушки я это у меня один и у тебя один всего два да он хорошо то есть я с мага собрал черепа ты собралась с трупа человека а кстати этот маг он ты не можешь с него лицо срезать он похож на ящика нет где кто какой вот тот который джинфер да а ну давай попробуем я чуть кстати не подумал смотреть джинфер почему тут не пишут кто это а срежем еще выкину недоступной цель он видим совсем сгорел понятно с лицом понятно вот тут возле исток 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 да нет только у принца каменный взгляд горгульи пришпиливает вас к месту она расправляет перед вами крылья ты ты заслужил награду о награду дали кстати на выбор дают смотри светящиеся перчатки которые дают навык восстановления телекинез сопротивление огню и хилку так сказать дальше тапочки которые дают восприятие сопротивление земле плюс 12 оз и требует ловкость шлем сила геомантия и пылающие кинжалы дает и королевский амулет о это мне я беру потому что тут есть призывание мне лишний навык ну очко призывание как бы не помешает я я стремлюсь к этому продадим сейчас секунду я тут немножко книжки раскидаю вот дальше что так у ифана есть перчатки которые и там помимо тех что на выбор вот там был вот такой вот посох посох ой яд физически но он физический урон наносит череполом вообще это как бы если бы мы выиграли какой-нибудь партии там не знаю некромантики еще смотрю это книжка все равно тебе отдаю руна с этим посохом я даже не знаю просто если бы он наносил не физическим уроном бы то есть у меня то посох он наносит чисто 2 то и воздух и 15 818 так ты хотите не то чтобы он силу требует вообще кстати так что самое забавное это наверное вот что-то для такого мага как у меня принц но он у меня в огонь идет а это и теперь и тогда это исток ты сейчас зайдем в эту а точно я как раз шла в лужу меня эти горгуль и остановили так где мы собственно а башня короля брака это прям сохранится да где мы вообще суши тут интересное место такое прям тут должны быть какие-то сокровища нет ой так стоп секунду не надо мне бочку ты уверен да это не первый дивинити где я носил везде свои бочки там у некромант лежит мертвый и не один даже потому что нефиг таким заниматься мне кажется они мне кажется они сейчас восстанут я на всякий пожарный принца заведу на возвышенность а принца то еще заводить надо ну он огненными шарами пуляет сверху очень хорошо не слушай тут делать я смотрю нечего в целом здесь вот именно что они не собираются на нас нападать колода карт на столе лежит взять ее пока я конечно конечно ладно ну и все детский деревянный кубик я еще нашла ноль стоит поэтому не ноль стоит для тебя я не могу таких вещей продать у меня до сих пор лежит например пустой кушин душ и он не продается видимо ну его никто не покупает вот слушай тут дальше двери я пойду ее да 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 открою тут какие-то ключ как раз то я же взял вот это вот наверное ключ как раз от этих дверей да я угадал тут вообще огромные площадя какие-то интересные такие слушай туда тут ящик о денежках да это просто трупа столько все какие-то не бедные слушай есть один момент я вижу не нужна ты я вижу нажимную плиту подожди нажимай пока хотя в принципе я бы наверное не фаном справиться где кстати а вот он хочешь там внизу пошарить в ящиках а прям давай конечно хочу я и ящики что за это это не вопрос там кстати еще наверху гора костей лежит и не одна которую тоже можно обшарить тут видишь что-то как-то пусто там еще слева еще в горы костей лежат я конечно и кстати канализационный люк есть вон еще за ящиками хочешь туда слазить да ну труба точнее или сточная труба или что это ловси ловси авантюристка она такая приключение да и я вылезла где-то мне правда я нашла потрепанный черт господи тут так интересно тут картин много а как ты туда попала вообще я не могу даже на камеру подвинуть и как как через этот через канализацию это ж за место вообще такое вот здесь потрепанный чертеж сейчас я на него посмотрю там должно быть что-то интересное а тут еще я смотрю рычаг есть какой-то который надо нажать определенно итак на странице начертана схема какого-то склепа или хранилища под чертежом написаны кажущиеся на первый взгляд случайными слова иллюзия и король брак несколько раз обведены а одна из комнат помечена стрелкой вдоль которой крошечными буквами написано кувшины душ и тут есть рычаг понимаешь нет подожди а там видишь книжка еще какая-то лежит вот ты не хочешь ее собрать это вот у статуи там где паутина да 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 сейчас сейчас тут много книжных полок тут картины еще на стене висит да ты представляешь картины тут еще большой нет какой-то ученый большие эти стоят большой сундук стоит я правда боюсь его открывать можно сохранить долг тогда его открою давай 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 он как-то так на виду стоит как будто меня заманивает блин меч зелья руна мне кажется мы с тобой сорвали так не может вести где подвох сейчас рычаг нажмешь да я сначала все соберу а потом нажму рычаг здесь очень много книжных полок и на них вкуснятины там много ремесленничьих вот этих книжек и выучим крафтов новых как уже ты пока собирай да я пойду тут пошарить по комнате где-нибудь не активирует бой какой-нибудь там я не знаю то есть могу сейчас но ваш там трое ну что я все обрызгала можно дернуть дергай телепортации кстати я что-то слышу кажется что-то встала на свое место где она встала чё встала у тебя вот вода ушла вон внизу видишь вода айлит не было это где-то у вас что-то изменилось пойдем туда смотреть короче открылась дверь которая была заперта вот в эту маленькую комнатушку я просто открыла себе выход книга дрожь земли блин вот многие навыки может был не учить они тут везде ну то есть просто можно найти так из бумаги это для свитков зомби есть я могу с ним поговорить и приближайтесь к недвижимому телу и видите что ноздри у него подрагивает мертвые глаза смотрят прямо на вас когда вы приезжаете вижу сейчас выбросается к вам и начинает молотить попросим клетки ну короче не буду эти открывать все там картины есть тоже соберем денежки уже так неплохо разбогатели с учетом всего имеющегося более у меня кстати здесь здесь есть статуя переноса локация называется святилище семерых но это наверно может светилище семерых было когда-то нет нет и тысячи серых это наверное не то ну фиг его знает я просто пока по комнате шарить который там справа была вот а ты смотри дальше уже прошла да я вижу тут такие ворота слушай а там внизу есть видишь тут много валяется кучек ай-яй-яй это ты что-то активировал там ты на щелке стоишь сойди и фан или ты и фан на щелке стоял я тоже на него влезла нечаянно раз и тут ловушки наверху да я видел они как раз вот там где скрай да ну и тут какой-то магический портал о разрыв сух сухожилия это сразу и фану дам профи да я уже на этот череп триггерюсь так череп а как открыть вот это а я знаю как открыть это как вот видишь есть штуковин контакт воздух вокруг светящийся реликвии гудит и напряжение не плане тихо подрезкивает барьер вы подтягиваете руку чтобы коснуться реликвии вы тянетесь вперед и тут голове у вас развивается шопот крайне глаза вы замечаете сгущаясь еще черную тень положите руку на реликвию когда кончики ваших пальцев касается поверхности чтобы превращается в крики ажи пальцы обжигает холодного дергивать их и чувствуете как внутри вас только мог закручивается тьма я проклят так поднять камни разбить и реликвию на и нажать на реликвию так стать на реликвию магию стихий ну попробуем и читает ищет под вашим натиском но вот ваша сила иссякает религию остается целом понятно маги исток и светочественные реликвии ну-ка худение и становится все громче рум начинает видеться по поверхности и категории щен выпуски вот туши только есть возможность сместить прокачки сейчас с ними потратил я просто я пошла я не знаю тут вроде выходил я был там всего вкусного валяется картины всякие книжки до есть все видео собрал запертая дверь и там труп ли а вот ты с этим зомби разговаривал да я не стал его не ничего открывать пусть сидит там себе а ну-ка нет не достать через стеночку трупик но и фаном тогда сниму себя проклятие так чувствую а у него не включен от навык уже уже бегу и кубику но дверь открылась будь ты благословлен благословенный нежить блин ох уж эта игра парадоксов так тут какая-то о вот она книга навыка цепная молния как аске она ну исток требует вот я ее нашел цепная молния пускать глушащую молнию суши я ее уже могу выучить конечно учи она будет требовать истока скорее всего или не будет ей быть и столько так другие три при так дальность до 1 истока которого у меня нет короче навык который требует исток но есть я этот эту книжку соединю с не помню чем еще с мастерством охоты то получу другой навык но я все-таки с другими цепной молнии это слишком хороший навык чтобы его не выучить так сейчас секунду я тут еще так он кстати будет два очка памяти офигеть круто так сколько всяких вкусняшек это просто чума какая-то блин а я над я пока не могу ее выучить эту цепную молнию точнее могу но просто она требует два очка памяти слишком тяжело брина сил у нас нет да да взяли силу надо что у тебя с штанишками у тебя хорошие штанишки ну 4 физическое 15 магическое телосложение лидерство на тебе вот лучше штанишки я потом себе какие-то другие найду еще восприятие возмездие телосложение от и на показатели смотри а есть это до кого отдать продать или тебе тебя чего собой не у меня тоже 44 15 гадать продать принца не нужны так думаю или как нужны у принца что-то получше у принца у принца 21 на 5 не слушай наверняка что-то в этих вот штуковинах лежит вкусные да это просто сто процентов это гадалки не ходи надо зелье силы может знаем рецепты может у нас все для него есть так что у меня изделие есть у меня только зелье лечения и зелье физической брони дожди рецепты зелья ну тут только ездили физической брони сопротивление огню спротивление то в общем восприятие лечение ловкости и так а ездили силы на него нужен аметистовый обманщик есть у тебя еще ни разу еще ни разу не попадался так бы ну блин надо бы как то суда и не знаю сходить будет вернуться что ли потому что вы сейчас если сюда есть телепорт то и вернуться сюда как бы проще будет просто он например у принца силы 11 и все равно и все равно больше надо даже нет у него силы 12 прямо сейчас с вещью и все равно слишком тяжело и ну можем сейчас прям сходить из телепорта есть в этот в городок радость там посмотреть пошариться есть у кого то есть попробуем того что да или давай его что-то а подожди это какая статуя это имела ввиду другая какая-то ну вот это сиделище семерых разве она не телепортирует нет нет о просто констатирует факт что мы здесь а что это за рычаг какой не знаю что где произошло я тоже не поняла что произошло и произошло ли и тут мы все обыскали что здесь ничего ничего просто такая возвышенность тактическая что у меня сразу было чувство что будет бой кстати можно подняться наверх как еще нашла счет хорош денежку а мы разве не сверху пришли мы сверху я просто думал раз двери да ладно окей погоди давай обойдем это место там вот тут там сзади мне кажется что-то может есть вот именно там я нашла труп человек а вот тогда наш ничего нет да ух ничего себе у меня так игра начала тормозить а погоди а то можно наверх забраться телефон да в смысле куда наверно даже не телепортом ты там была вот там вот дальше поляне наверх то да а а ты как раз там была да все я там сундучки раз окей ладно там еще была одна большая дверь но когда пойдем мы писали комментарий давай посмотрим начнем еще пропустили где это еще одна большая дверь отлагала что это было не знаю не у меня были стабильненько так все что прям внутри внутри большая дверь вверх ну глаза стычатик где дверь где сокровища ничего нет а вот она да точно кстати слушай какая рядом с вот она вот здесь вот она просто хотела да и открывается еще какая-то пещера казарский гриб вот может здесь грибок от найдется нам нужно лечить свой обманщик колодец слушай да это да он разговаривает похода вы подходите к заброшенному колодцы рассматривайтесь его черную без без зубы пасть стоит вам переглянуться через перегнуться через край как из недр колодца начать носить слабые отзывки голосов жажда горло пересохло пить воды 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 так подожди подожди чего у меня у меня есть с собой ведро воды а ну давай ну вот я с ним говорю воды воды и конец диалога и что сделать так я сначала полью водой как тебе получше с работалом да так вы видите три переплетенных между собой трупа клуба костей кожи то и торчащих наружу черепа они приветствуют вас хором потом и уныло благодарим за воду благословляем за воду благодарен благодарим за завершение наших мучений тайных судьба столь же ужасно какой когда ты была и ваша спросите кто брюх на эти мучения король 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 бра безумец в короне рисоваться за что король брак так ужасных коралл гнев и ужас и мы прогневали короля сказать правду предсказали судьбу не быть ему дожеством он смешал наше плоти проклял наши глотки сразил врачи в бал балладура благодарим за воду благословляем за воду просим платы спасти какая подлужина плата на волка брак людей балладура хоронят с монеты из или пути что будет покойников посторонние царства не жалей да нет денег дай нам денег чем больше заплатишь тем дальше отведет нас хранитель пути так заплатить что вы можете потратить совсем немного я им дам 150 это максимум который доступен и вновь благодарим и вновь благословляем богатство глубин отныне двоих хранитель пути нас бережет хранитель пути нас ведет наш путь лежит благожданное царство все собой монеты которые вот ним дали погружаются в недра колодца на 1000 к не свое королевство или так и будут прозябать промоцкой тьме вам неведомо хочу я получил я вказы а цезарский я получил пояс нить телосложение двуручная и скрытность ну блин не фану наверно что льдать пока вручный конечно ему не особо нужно но него используется вообще какая-то фигня блин там воровство не на поясе как бы поэтому это пояс блин это пояс физической брони зато 18 дает ваш принцу надо такой не надо телосложение все-таки добавляет у принца 14 физической брони у меня вот мой на 16 физической брони сопротивление земли сопротивление я бы на 10 процентов блин ну мне как бы посох тоже двуручная конечно в принципе то но себе возьму 1 вместо вот того что сейчас нашу вот как бы буду скрытным скелетом а кровь больше ничего не да так интересненько вроде больше здесь ничего нет да такая из доспехов брака у нас у нас есть нагрудник нам нужно еще нужно еще шлем и ноги вот и ботинки так где только это все я знаю где один предмет хранится но потом надо остальные еще найти будет она пойдем на выход пока к тема еще не обрызгали то нет я знаю где есть еще один точно знаю это туда надо хитрым способом это знаешь есть пока это смотреть это нам надо вот спуститься к берегу пройти там до маяка на корабля вот и там есть башенка которую можно сходить сейчас принципе туда это удобнее всего будет идти вот этого самого от глубоких топей они от оружия не брака нет нет оружия не браках мы там не спустимся да вы там не спускаемся проще спуститься топей вот как отсюда выйти тут есть статуи телепорта а где а подожди а как сушами даже интересно вот как сюда вообще попасть это пещера что там такая или это просто вот там внизу есть а или туда можно дойти что ли пусть а да 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 и тут где-то да вот тут статуи судя по всему да вот она она прям уходу пещеру ведьмы я как раз сейчас иду туда уже принципе подхожу я буду туда двигаться так на сайте уровень уже недалеко так гулки топи мост да и вот теперь просто спуститься вниз туда побережью гулки топи мост да он тут магистры мертвые ох нифига себе тут сцена а я знаю кто их убил кто я пошел за школа виндега помнишь ее это то ведьм с корабля так что и сюда сейчас на бой будет она тут утворила такую жесть так отдохнуть сохранится я уже сохранился так подожди давай обшаем сначала все это вот то что ну тут нет ничего я смотрю крыска дожди о грендал ты это чувствуешь человек вместе к заказать глаза ощущая на виниле тогда вы чувствуете смерть в воздухе но еще до что-то сладкое тогда ты меня понимаешь остров усыпан прахом и костями но там куда приходит смерть возникает жизнь самые сладкие запахи зареют сам в могилах скажи мне ты любишь розы она подсказку дает причем и зависть что они довольно милая апатия она куда опаснее чистое злобы боюсь мои размышления от него тесточка во время прощать какая краска ладно пойду поговорю с виндега привет поэтому пока выкопать можешь сходить там что-то проявилось видимо женщина рисует воздухе какие-то знаки так сейчас какие-то знаки вы вжимаете голову речь ожидает что сейчас на вас обрушится дождь из льда и огня однако все что и дается призвать тоненькие стройки дыма она поднимает голову к небу и спускать злой хрип и тонкий крик на господин мой владыка я не любила себя я ли не исполняла волю твою в чем мой грех долго ли я буду страдать заметив ваше приближение она выбрасывает кулак в вашу сторону и лицо обогравеет это она женщина уничтоживший корабль который шел форт радость это она так то украла вашу маску она на миг теряется в ее исполненных воли глазах векает узнавание ты это же ты правда такой характерный череп яич не прячь и все равно тебя узнают ты тот кто создал это несчастливое устройство почти все артефакты подобные этой маски давно утеряны но ты мастеришь их заново на кто-то такой или что подарите суровый взгляд ваше имя фейны вы шагали по этой земле задолго до того как ее ничтожные племя появилась на свет ну надо же какой-то особенный мне почти что жалко уничтожать такую древнюю реликвию смеяться вы вечный какой-то чокнутый ведьме вас не победить ты прав абсолютно прав на тебе противостоять просто щекнутая ведьма она вновь обращает лицо к небесам приношу тебя эту жертву позволь мне вернуться позволь мне снова обрести целостность видим еще счет наверно будет еще подозреваю так как она огненная да по сути давай посмотрим на нее у нее к огню сопротивление 65 процентов к воде 10 процентов к воздуху у нее нет сопротивление чем это даю просто бить что ли да как и где вообще ты все потерял возле места и надо нет там в так в кустах не аккуратно знаешь поэтому наверно да на и раз уж такое дело а кто она по сути маг на спех некромант пирокинетик так значит это еще такой за камушек был ледяной это ледяной ветер три выбранные точки поражаются ледяными кинжалами ты всех наверно в одну какую фан у нее такая же штука состоялой ну вот и у принца такая же огненная штуковина слушай а вот так ну ладно я просто думал так а куда мне фаном прыгнуть бы можете и за спину взять это и пульнуть нее да только на не за спину куда-нибудь вот сюда может быть возле принца на возвышенность так и да просто наверно действительно пульну с неба отлично у нее теперь никакой брони вообще огнем значит бить мне смысла нету никакого я разве что могу на нее камень масла кинуть ну нет там шестьдесят пять процентов уже не сто поэтому в принципе бить можно потихоньку так урон нанясь отлично так вот так теперь она просто только пятого уровня поэтому так легко получилось потуши потушишь да да уж и тик ну у нее есть загрязнение у нее тут есть сапожки эмулетик руна о маска перевоплощения готовые которые не надо собирать ну вот так я теперь могу короче говоря быть кем захочешь нет ничего невозможного теперь для тебя так ну давай я для начала в гномов эльфов ящера такого человека почему не могу что-то должен мочь а просто не в навык не вытащился на панельку а нет вытащился только он вот сюда почему-то упал не понятно почему ну да ладно так секунду сейчас я тут я нашла еще одну книжку ремесленника и что она нас научит новых рецептов 13 штук чего нифига себе так это дать файну и я нашла зельем окладного эльфа ну правда эльф я выгляжу в этой броне вообще страшно так а теперь я буду есть все что мне валяется так на эти лица съедим сначала выбросить а теперь это действительно можно выбросить будет ладно давайте съедим голову чью-то так я съел в чью-то голову так так нескольких дюймах на земле ваш друзья были получилось нехорошо окей от этого мне сразу конечности накидала бросаю в тебя конечно вот мать тебе тогда лица которые я связала ними теперь не нужны вот выкинь их куда-нибудь я их выкину в море съем вашей голове звучит только одно имя вердос 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 так ну это понятно это короче говоря так суши я действительно эльф суша если я ее сниму у меня это превоплощение но на потом попробовать будет это сделать как на самом деле так вы промокли до нитки волосах но это воспоминания запах тибухи гниющий так понятно там есть какие-то интересные вещи какие-то не очень у меня этих блин конечностей до на фрейте ну тут много всего на самом деле так ты если кузнецом так понятно это вот когда-то в этом могли быть подсказки на сейчас уже не совсем актуально но никто и не что там не иногда некоторые такие вещи начинают квесты вот я знаю дальше такой точно будет вот прекрасный учусь в рецепах или так ну тут всякая такая интересная штука еще схем это вообще ничего их никакой эффекта не дало вот тут даже написано что типа он надеется же на то что типа это достанется эльфу который сможет как бы съесть и узнать где сокровище находится вот я поэтому узнал видимо где сокровище только потом может как момент на карте нет какая-то появится сейчас узнаем так вы закрываете лица руками так что узнали физскую родину уничтожил туман смерти это сделал ваш орден как же так ориен навыки выучил я выучила бы к первой помощи да я вспомнил эту фигню я же могу действительно навыки это очень как бы умеете жертву плоти так суши я выучил лавок замах рельеф например неплохо да окажется навыками очень есть полет есть плоть они болезнь полезен зоши всякое такое да вы мужчина человек большущей жизни на вас называли паладином а это подожди так впоследствии мгновение когда клинок перезал горло вы думали о ком-то по имени арху привет арху котик ты помнишь да арху котик нашла я еще есть много всего черт но я нашла башню наверное это то про который да тут там надо наверх туда в туман который наверху но там у это туман упал молниями бьет и мне кажется мне кажется что тот сундук который ты вот выучил я уже откопала айтон саду ночь может быть да я его просто восприятие нашла существует интерес так на место так дальше едим у меня уже не еще немножко осталось поесть накопила конечно это зуб нельзя есть я еще нашла тарлин давай с ней поговорю пока там кушаешь давай она правопящих сейчас расскажет стоять чужеземка ты своей чужа конечно же своя ты что она всматривается ваше лицо чтобы понять не предатель ли вы но кажется признаков мана не находит хорошо проходи но очень не советую лучше развернись и идти в противоположном направлении магистры там наверху держит вопящего он убил моего друга возможно и магистра тоже убил в одиночку я бы не стала с ним связаться да я ибо вообще не стала с ним связаться да я тебе тут скину кое-что на опознание так суша и фана что за молит да у него у меня мультик есть еще один вот такой вот если тебе надо сник романтии кому-нибудь ну вот что там у принца да у принципа лучше будет амулетик забирай обратно так ну ты сама туда доберешься до идали ты пока говоришь да я закончила разговор она ты можешь сохраниться тут просто столько лута валяется и я не понимаю насколько близко я могу к вопящего подойти не открыли и первой помощи близких это от разных как сказать доноров я пока к башне схожу нам достану что и я правда не понимаю я подходила к этой башне я не понимаю как туда забраться там есть ли она 0 она только до середины башни и телепортом тебя закинуть туда я сам себе я сам ну давай закинь ты тут рядом если то закинь уже подбегаем просто волне и как бы ну и как туда телепортом можно закинуть давай я тебя туда закину я могу это сделать надо давай а где-то там на только быстрее там тебя молнии будут бить смысле не достать что значит не достать так ты где ты меня не закинул может меня выбросила прям моментально оттуда да может быть попробуйте меня закинуть тут можно так делать и просто камеру наведи так чтобы ты видела в окушку башни вот и сможешь это сделать так я вижу и фана вижу тебя сейчас то может быть даже защищу ну вот закинула и ты все еще там вот и трубы я мог там подольше даже походить да я полутал там все или вроде все вроде бы всего нет наконечник стрелы и электризирующий стрелата не забрал в общем да в принципе ладно да я думаю не страшно я главное нашел ботинки брака ну вот они вот там были как раз следы тирана еще это вот и фанта ну сразу еще смотри что нашел есть короче ботинки 12 физического не 3 магической 05 движения на такие 12 физически с физическое ну да магическое давай кому тебе мне давай принцу я принцу кинул так и есть еще такая штука на опознание опознай посмотреть что это такое за вкусняшка это похоже на шапку какую-то да интеллект мастерство охоты аэротургии однозначно тебе причем она такими и такими еще костяшками выглядит симпатично она еще мне нужны и мастерство охоты аэротургии как раз то есть это действительно прям для меня шапка я могу свою дать 2 и 7 магической брони на такую у меня 213 туда и фану на продажу так окей такая же по модельке как у меня была шапка так мы куда теперь пойдем или как я думаю что мы можем уже из-за заканчивать уже ну да хорошо походили в следующий раз надо будет тогда запастись заранее зельем вот и собственно посмотреть по свое где нам найти еще две оставшихся детали доспех вот и этот доспех дать принцу он потому что первых уровнях очень неплохо ему поможет я думаю полный сет если иметь будет такой принц король брак брак всем пока 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 то До новых встреч!